Физкульт привет, друзья и ученики! ПДБ. Тысяча и одна причина делать базу. Так будет называться мой новый плейлист. И я убедился, что это просто необходимо. Несмотря на то, что у меня уже много статей и видео для тех, кто тренируется натурально, а база в первую очередь необходима тем, кто тренируется натурально, она крайне важна и необходима на первых этапах ваших тренировок, а это почти два года. И когда вы выйдете на уровень среднячок и продвинутый, она также будет вам необходима. Сейчас в сети очень много всякой ерунды, откровенной ереси о вреде и бесполезности, опасности базы. Но это чушь, это пустые мозги, это показатель некомпетентности в данном вопросе. И я удивляюсь, что многие уважаемые блогеры, инструктора говорят и поддерживают эти идеи. Если вы находите эти идеи в чьих-либо видеороликах, присылайте мне их в виде тезисов, и все их минусы в следующих видеороликах в данном плейлисте мы будем превращать обоснованно и актуально в плюсы. Реально, у базы нет минусов, только плюсы. Невозможно натурально тренирующемуся человеку качать бицепс в тренажере, особенно в кроссовере, и при этом увеличивать свои руки. Не забывайте также о том, что есть и рейтинг мышечных групп. Не забывайте о том, что есть гормоновыбрасывающие упражнения, а они как раз-таки и являются базовыми. Не забывайте о том, что с дуру можно и хер сломать. Не слушайте, друзья, глупые мысли. Всегда адекватно оценивайте ту информацию, которую вам подают. Смотрите, кто и что вам говорит и с какой целью. Не может человек, натурально тренирующийся, игнорировать базовые упражнения. Точно так же, как мы не можем обходиться без воды, без питья, без воздуха. Думайте всегда головой. Другое дело, что с дуру можно и хер сломать. И база, как и любой другой вид тренинга, должна быть технически идеальной. Все это мы будем рассматривать в данном плейлисте. Пишите свои вопросы и видения в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!